Он улетел, но обещал вернуться. В пятницу регион посетил министр транспорта России Максим Соколов. Встреча с губернатором области прошла в аэропорту Южный. Сначала обзорная экскурсия по аэровокзалу, затем короткое совещание. У федерального чиновника на проблемы нашего региона был всего час. В рамках рабочей встречи Соколов и Коньков обсудили возможность организации в Иванове пункта пропуска через границу России. Эта мера позволит осуществлять международные рейсы. Таможенный пункт был бы удобен не только жителям нашего региона, но и соседям из Владимира, Ярославля и Костромы. Во многом это определяется даже перспективными направлениями работы авиакомпании. И если мы увидим, что такой поток, серьезный поток напрямую в заграничные дестинации из Иваново есть, то, конечно, будем ставить такой вопрос перед правительством Российской Федерации. Губернатор отчитался, из Южного аэропорта осуществляются рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Сочи и Симферополь. В год пассажиропоток составляет 20 тысяч человек. Взлетно-посадочная полоса аэроузла областного центра позволяет принимать самолеты практически всех типов. Развитие аэропорта – стратегически важное направление для региона. Это отметил и министр Соколов. Расширение географии перелетов возможно только благодаря усилиям руководства и сотрудников аэровокзала. И авиакомпании, и аэропорт должны вместе стыковать на основе растущего спроса на этот вид перевозок направления, частоты, работать с теми субъектами и городами, и аэропортами, куда направляется пассажиропоток из Иваново. Но с учетом того, что авиаперевозки, внутренние авиаперевозки в нашей стране, несмотря на все сложности в экономике, растут, это хороший сигнал. Также Павел Коньков озвучил вопрос о завершении западного обхода областного центра. Необходимо построить автодорогу Минеева, поселок Дальний, протяженность около двух километров. Также реконструировать больше 23 километров дорог регионального и местного значения, построить два моста и несколько транспортных развязок. Приблизительная стоимость работ составляет 1 миллиард 800 миллионов рублей. Максим Соколов отметил, что федерация нацелена на скорейшее завершение строительства обхода, так как Иваново – единственный областной центр, у которого нет окружной дороги. Обязуется по возможности помочь материально. В этом году из госказны уже было выделено 230 миллионов. Мария Смирнова, РТВ Иваново.